Так, господа, мое почтение, у нас в гостях Дмитрий Заикин, сейчас будем задавать ему неудобные вопросы. Кстати говоря, по поводу брюк, пока не начали, хотел сказать, что Дмитрий носит, все норм. Идеально. Это идеальные брюки, которые попадают под все мои образы. Сейчас у меня еще одни ботинки другого цвета будут, и они тоже идеально под это подходят. Ну супер. У нас сейчас Новый год, Рождество, много праздников, и сейчас многие люди опомнились и не успели купить подарки. У нас есть подарочные сертификаты на пронингрюки, которые на поло в меньшей степени тоже можно. В общем, можете связаться, я ссылочку оставлю. Не нужно никуда ехать, ни вам, ни даже человеку, которому будете дарить. Вы можете подарить сертификат в электронном виде, все продумано. Это вам как вариант для подарка. В общем, я надеюсь, я кого-то выручил. Действительно, сколько у тебя сертификатов? Год? Год. Целый год поставить цену, вообще, по-моему. Да, заморозка цены, к тому же. А теперь к основной части ролика. Смотрите, в общем, под прошлым видео про честные ботинки было много комментариев, и один частый комментарий. Почему так дорого? Нищебродская комплектация, 50 тысяч, вы сейчас у нас сошли. Ну, да, там разные были формулировки. В общем, почему честные ботинки, почему они стоят не 10, не 15, не 30, а 50? Почему так дорого? Ну, вот многие посчитали, подписчики, да, то, что это дорого. Так что, вот, ответь, пожалуйста. У меня вопрос, сколько стоит день специалиста? Вот, ну, просто вопрос. Какие люди работают, если они так низко себя ценят? Это два. Второе, есть просто, ну, временные затраты. Это даже не считая навыков специальных и прочего. Сколько у специалистов занимает времени для того, чтобы создать по полному циклу хорошую, качественную вещь? Это касается твоих, допустим, штанов, это касается любой обуви, это касается любой одежды, то есть это вот всего касается. Просто потому что, все говорят, это же машинный шов, это может делать машина. У меня вопрос, вы знаете, сколько стоит машина? Вы знаете, сколько стоит ее просто окупить? А вы знаете, какие это вложения на входе? И мне говорят, да при таких ценах эта машина отобьется там, ну, не знаю, насчет отобьется. Дмитрий, я тебе возражу, и наверняка многие тоже уже хотят этот вопрос задать, ну, а сколько стоит машина на Redwing, сколько стоит машина на Danire, сколько стоит машина на FRACAPE, на FRACAPE, на CHEPEV, у них тоже машина, у них тоже мастера. Чем эти ботинки отличаются от того, что можно купить в готовом виде? Во-первых, ну, вы же знаете, я первоначально ремонтник, а раз я ремонтник, я очень много разобрал и пробую. И поверьте, я в CHEPEV, там, в Redwingов, я там столько косяков нахожу в чисто эксплуатационных, которые... У нас основная задача какая? Помимо красоты обуви, это чтобы наши ноги всегда оставались сухими и теплыми, правильно, правильно? Соответственно, вот, московская слякоть, это прям вот такой вот испытательный полигон для любой рубли. Вот, соответственно, если она сделана вот то, как сделают в стандарте тот же Redwing, а к нам приезжают в основном как раз бюджетные версии, у нас в порядке вещей, там, межподошва из кож-картона, да и вообще затяжная стелька из кож-картона. То есть вот эти вещи все, там, когда говорят, что им сложно, там, копейки какие-то, возвращаясь опять-таки к хейтерам, да и это ничего не стоит. Вот просто посчитайте, одна стелька, которая экономит в формате из кожи и из кож-картона, допустим, один доллар, в формате их миллионов тиражей, просто миллион долларов в год на одной детали, которую вы либо сделали из качественного материала, либо из никакого. Вот, соответственно, здесь просто все делается, мягко говоря, из качественных материалов, то есть мы максимально стараемся покупать все материалы качественные. Второе, большинство, допустим, вот в этой паре. Вот, это мне здесь очень нравится подошва, блин. Ну, это практически топовая вариация участных ботинок, вот, и, соответственно, здесь получается подметка, здесь получается каблук, причем и подметка, и каблук, они идут в разных размерах, поэтому вы не можете просто универсальную купить подметку, универсальный каблук в большом объеме, понимая свое количество производства. Вы каждый раз должны закупать себе впрок для того, чтобы на разные размеры у вас были вот эти комплекты. Дальше я тебе подброшу именно почему, в чем сложность, вот, допустим, вот этой именно модели. Ты должен разметить все от и до, и только после этого, зашкурив под подметку, зашкурив под каблук, прошить вот этот второй шов. Видите, тут шва два, а здесь он один, потому что двойная щепрочная подошва, соответственно, первая шьется вот дальним швом, который максимально близко к самому ботинку. Вот, это первая, допустим, преграда для влаги, а второй шов шьется здесь. И получается, что они между собой не соприкасаются, соответственно, у вас влага никак не может пройти. В отличие от того же ранта, когда он пришивается кверху и у него через шов идет, у него между швов все равно протекает водичка. Но если кто попадал во влажные условия на ранте, они прекрасно знают, что как бы текут, они будут здоровы. Вот здесь тут, ну, как бы, от влаги, по крайней мере, защита просто около идеальная. А ты видел такую технологию на ботинках, которые тебе в ремонт приносят, на каких-то фирменных или нет? Слушай, ну, вот, допустим, те же вальсбутсы, даннеры часто делают вот такой вот стандальный метод крепления. В чем прикол? Вот с точки зрения обслуживания даже, видишь, ты щеткой можешь вычистить здесь все абсолютно. Когда у тебя рантовый вариант, ты хоть сколько туда щеткой не пихаешь, у тебя все равно абразив определенный, грязь, там застой, вот, и тут она отгнивает. Рантовый вариант, чем хороша, она бесконечно может чиниться, вплоть до того, что у тебя и ранта может поменяться и прочее. Но здесь, если хорошо за этим всем следить, то у тебя легко все это обслуживается, легко вычищается, легко увлажняется, легко питается и, соответственно, сохраняется более долго, без геморроя, без тотального ремонта. Потом, в отличие от всех этих компаний, которые мы только что перечисляли, мы же не прошиваем подошву и подметку, потому что это, как бы, ну, мое такое святое убеждение, что ремонт должен быть легким. Я же опять ремонтник, я же стараюсь и для себя, и для клиента одновременно. Соответственно, когда у нас нет прошива всего вот этого сэндвича, при замене изношенного каблука, изношенного подметки, мы просто отрываем, клеим новым, все. То есть упрощаем жизнь и себе, и заказчику с точки зрения вот обслуживания последующего, если это попадает в ремонт. И с этими то же самое. То есть, во-первых, почему у нас в базе это идет на виброморфлексе. Все, кто ходит в виброморфлексе, я знаю, что вы скажете, на них убиться можно. Вот на этом убиться не те, кто ходил, тебе скользко было? Нет, я специально, кстати, протестировал ботинки. Я ходил и по снегу, и по льду, и по мокрому, везде-везде, и по дереву, даже по мокрому, не скользит. Так как скользит другая подошва, например, Кэт Пол на моих лунг-вульфах, они дико скользкие. Эти не скользкие, и я ноги не промочил. Мне, кстати, все понравилось, можете посмотреть у меня в инстаграме, есть пост этому посвященную. Да, все норм. Опять, допустим, вот здесь, вот это, как назвали, нищебродская версия, здесь единственная, плюс стоимость, разница по дошве между доктор Солом и закупочным с историей по Марфлексу. Здесь как раз одна строчка по, это заказчик заказывал, говорит, что у него цепляются ноги при вождении автомобиля, хотя у тебя двойная, я думаю, ты не цеплялся. Ну, да, но машина разная, слушай, может, у нее Феррари спортивная с ручной коробкой. Ну, понятно. Ну, в общем, короче говоря, здесь был именно запрос уменьшить вылет вот этот. Ну, в общем, в целом, как бы, стилистику не потеряли, все хорошо, все замечательно. Нет, очень органично выглядит, лаконично мне нравится. Ну, вот это вот оно более просто брутально, поэтому чаще заказывают это. Ну, устойчивее, знаешь, вот, когда у тебя широкая подошва, ну, когда она широкая, полуплощадь контакта больше, она устойчивая. Вот, ты сможешь угадать, какой размер вот этот, какой размер вот этот? Ну, допустим, 42,5, 43,5 и тоже 40, 43. Смотри, вот этот 42, вот этот 42, вот этот 44. А, 44. Понимаешь, насколько офигенно они выглядят, то есть они выглядят большой лапцем. Да, да, за счет уменьшения отступа. Нет, это не из-за этого, это из-за того, что общий силуэт настолько проработан хорошо, то есть соотношение длины вот этой вот носочной части, средней части и пяточной, вот это дает вот именно вот этот результат. Опять это закладывается от колодки и от того, как модельер сделал именно крой. Я считаю, что нам удалось как раз, почему они кайфово так выглядят и всем так нравятся, потому что у меня все абсолютно приходят и говорят, блин, смотрятся просто бомбически. Слушай, ну ты все-таки, ты все-таки делаешь один и тот же силуэт для всех, или ты для каждого клиента подбираешь там где-то что-то как-то? У нас два варианта колодки и две вариации, я что-то не взял. Если в гости зайдешь, я тебе покажу просто. У нас есть для широких ног, там отдельная модель, она на подкладке идет, не как вот эта вот из юриста стены, вот, там из более тонкой кожи, но с подкладкой идет. То есть общая толщина плюс-минус та же получается, но там вот есть люди, у которых большой палец отведен ближе отсюда, и им вот такое закругление, оно бывает более геморройное в формате того, что у него сустав вот прямо торчит, ему неудобно. Соответственно, там расширенная вот эта часть, аквадраченная, и там нет такого, чтобы вот возможности при широкой ноге собрать между собой пальцы. То есть это чисто с точки зрения ортопедии. У нас их заказывают реже, там более для высокого подъема, то есть такие вот медвежачие прям лапки. Та модель, она разработана под это. А вот это, это самая такая ходовая, то, что у нас чаще всего заказывают, и они оптимальны с точки зрения просто под все, под джинсы, под чиносы, под вот наши там пронин-брюки, там прочее, под все. И плюс ко всему я вот у тебя смотрел по салону, пока ходил перед съемками, у тебя классные парки, вот они тоже под это огонь залетят. Таралус-юд у нас только да. У тебя классные возниклинки и кепки, они тоже сюда же залетают. То есть можно вполне нормально скомпоновать образ, вот прям просто... Так, согласен, смотри, еще какие вопросы были. Ну, в основном комментарии, то, что я за эти деньги куплю что-то фирменное, американское, английское там и так далее. Второй вопрос, есть люди, которые шьют на заказ, даже там в России, в Москве, в Питере, это стоит дешевле. Чем та обувь отличается от твоей? Ну, слушайте, тут опять-таки проработка по нюансам. Я же никому не, как бы, не сто долларов, чтобы всем нравиться. И это понятно, нет, ты это и расскажи. Я просто, с точки зрения, смотрите, ну ты же много видел подобного рода обуви, даже импортные. Вот если рядом поставить редвинки, а мне, кстати говоря, очень интересно было бы это сделать, скорее всего, финишем там в разы хуже, ну, как бы, с точки зрения вот этих вот потребительских свойств, они более геморройные, ну, как ни крути. Редвинцы, это прекрасная вещь для тюнинга. То есть, когда вы при рессоле можете достичь именно того результата, который вы хотите вложить, поняв уже эту обувь. Ну, чем отличается обработка той же подошвы твоей потери? Слушай, ну, я сомневаюсь, что на редвинках вот это будут делать вручную амбусом, затапливая туда воск для того, чтобы влага не проникала вовнутрь глубоко, потому что там просто берется финишный состав, и после того, как вот, вот так вот обточили, грубенько, вот просто-напросто проводят кисточкой, она впитывается, полируется, блеск внешне примерно то же самое. Похоже, но примерно то же самое. На человека, скажем так, неизыскательного, это особого впечатления не произведет. А приноски чем? Вот это в носке, ну, просто те же соли, реагенты, та же влага, когда у вас это все втапливается с помощью утюжка, и это делается в несколько слоев, и глубина вот этого впитывания, она в разы больше, чем когда вы просто покрытие наносите. Ну, соответственно, это более долгая служба. И вы так делаете, да? Без ухода. Ну, и потом, я же специально, грубо говоря, я сводитель стилю именно в формате, как обычно это делает человек без, ну, как. Они с сентября месяца каждый день у меня в ноге, у меня задача их убить. Смотри, просто как смешивается на бойко. Соль ты выводишь, наверное, да, как-то? Нет? Нет. Я просто беру обычный жир свиной, и офигачиваю, ну, сапфиры есть там, кабани-жир. Ну, да, я вижу, что ты в них хочешь, да. Грубо говоря, ты просто вот как человек это делает, обычно, перед выходом взял, намазал и пошел. И какой пробег, хожу на работу? И у меня там этого много всего, и я вот спокойно пришел на работу, просто взял тряп, шмык-шмык-шмык, натер и пришел. Специально вот даже сейчас перед тем, как тебе прийти, ничего с ними не делал, просто чтобы показать, что я обычный человек, я точно так же их нашел. Нет, ну так все. Вот, посмотрите по заломам, какие происходят. У нас же еще, плюс ко всему, подносок кожаный, задник кожаный идет. То есть это не гарнитол, который вы 100% в Red Wing'ах и же с ними увидите. А на Red Wing'ах идет под носок кожаный и задник? Да, они, если ставят, то только на эксклюзивный, у них от 500 долларов начинаются цены на то, что у них, ну, как бы по правилу собраны для фанатов. А обычная вот эта рабочая обувь, которую нам поставляют, она в основном идет именно, ну, гарнитоли, кто кож-картон, кто стелька кожа. Но, опять-таки, чем более современные модели, тем, как правило, они теряют очень сильно в качестве. Так, а что у тебя с гарантией? А что у меня с гарантией? Пожалуйста, я не думаю, что что-то произойдет в ближайший год. А дальше? Ну, просто, а что дальше? А дальше обращайтесь, мы меняем. У вас, допустим, сносилость. У тебя гарантия? Год гарантии, сколько у тебя гарантии? Давайте год, мне не жалко. Да? Ну, вы вряд ли увидите этот запах. Я очень сильно сомневаюсь. Потом хоть как-то надо следить за своей обувью, ну, честно, но аллерг. И опять, ну, давайте, вот с сентября сколько у нас времени прошло, и вот эта вот московская деревище, которая сыпет круглому, она же разъедает чего угодно. Хорошему надо одевать галошек, а не галошек. Вот. Такая обувь, ну, допустим, вот эту вот. Я специально, вот, вот, во что вы видели, во что у меня превратился вот этот геленок, во что у меня превратились торцы, но, опять-таки, ничего у вас сильно криминального с ними не случилось. Да, они потеряли цвет, да, у них вот эти вот разводы. Я потом сниму отдельный ролик просто на сравнение, что будет, если после сезона им сделать хороший уход. Потому что, опять-таки, наши клиенты постоянно, как правило, они раз в сезон приезжают, чтобы отдали, тебе сделали опять, забрали. Ну, ссылку, ссылку, если кто тебя не знает, я оставлю в описании, и на тебя, и на твои ботинки. И просто вот посмотри. Конечно, было бы хорошо, ты знаешь, для чистоты эксперимента, чтобы ответить на вопрос, почему так дорого, хотелось бы, конечно, их вместе поставить рядом с какими-нибудь фирменными ботинками, и чтобы ты доказал отличие. Слушай, у меня один из первых заказчиков, у него очень большая коллекция редов, вот, он у нас прям первый заказал, надо просто с ним связаться и поспрашать, в каком формате ему эта обувь больше понравилась. Я точно знаю, что в отличие от редов, которые люди мучаются, разнашивают, убивают одних ноги, вот, я пока, говорю, сам на себе не проверил, я просто одел и пошел, вот, сентября месяц, я не разнашиваю. И когда я звоню людям, которые забирают, сколько у вас понадобилось для разношки, они какая разношка, все, одет, пошел. Ну, вот ты по себе ощутил, ты что, не какой-нибудь дискомфорт почувствовал в формате того, что, вот, как обычно, то здесь давит, то здесь давит. Я, насколько знаю, у тебя там стелька, из-за того, что более толстую стельку, вот, закрывающую гвоздевой метод крепления стельки, которая пробита, вот. Я хотел, слушай, я хотел, я хотел с этим что-то сделать, но я разносил, и у меня нормально стало. А, ты подталась просто, нормально? Да. Ну, не знаю, я, кстати говоря, тебе приготовил прям эти пацаны, полустельки, я думаю, привет. Не, не, я думаю, не понадобится, не, не понадобится. И ты просил именно потоньше, а потоньше, там тоже есть своя специфика. Когда мы делаем из такой же кожи и только брусуем переход, вот, просто представив, насколько она более впитываемая по влаге и насколько ее не поведут. Более тонкой кожи она более комфортна в какой-то момент, но по-моему она начинает заворачиваться от влаги, ну, то есть у всего есть своя обратная сторона. Если мы делаем обувь в формате прям надежная, кордовая такая, ну, это такие правила. Короче, я понял. В общем, давай, пускай пользователи выводы делают сами, да, ответили мы на твой вопрос или нет. Расскажи, какая самая дорогая пара обуви, которую ты делаешь или будешь делать? Слушай, у нас сейчас, я просто как-то, не рассекречиваю эти планы, но если вот эта пара сейчас, она отправится в Питер, если она подойдет, потому что там человек сходу, это как раз после нашего с тобой ролика, мне человек звонит, это как бы, хотите объявить о чем-то, объявляйте, вот оно к вам и придет. Мы с тобой говорили про то, что кардаван самая неубиваемая обувь, и вот у меня как бы вот это хотели заказать в кардаване. Чтобы вы понимали, одна полужопица в Москве сейчас самая дешевая, то, что я нашел, там нет второй жопки, а на пару надо две жопки. Соответственно, она стоит 35, но она одна. Она классная, она именно алдованская, она офигенная. Нет, ну а что с ней-то больше? Соответственно, мы сейчас заказали, нам привезут две, но по 45. То есть человек... И сколько будет стоить ботинки-то? Ну вот считай, смотри, вот это вот почти 70 ему обошлось. Ого. Вот, соответственно, прессуем материалы, ну и ты же тратишь свое время, чтобы сгонять за этими материалами, выбрать и так далее. Поэтому там тоже еще немножко прибрюсуется. Короче. Это не потому что я барыга, а потому что я время сгоню. Сколько обойдется с кардаваном-то? Ну, если себестоимость, то есть материалов только 90к. Ну, слотка плюс стандартно то, что они стоят где-то вот 170. 170? Ну, 170. Я не знаю. Вы слышали? Вы слышали? Под этим роликом будет больше гораздо комментариев, чем по прошлому. Прости, Дмитрий, прости. Но будет сложно. Нет, слушай, я честно, я не хочу вставать ни на твою сторону, ни на сторону подписчиков. Я хочу, чтобы это был объективный ролик, и чтобы люди писали свое мнение. Однозначно, на каждый товар есть свой покупатель. Цена, ну, конечно, не дешевая, не дешевая. Но мы видим, что ботинки пользуются популярностью, и после нашего ролика тоже поступили заказы. Ну, и у тебя и так заказов полно. Не могу сказать, что у нас полно, мы все еще все равно на стадии отладки, потому что, допустим, вот этот 44-й, это было по меркам, которые снялись человек. Он изначально носит 46-й. Я в ТЗ отметил, что, по идее, скорее всего, это размер 45-й. Стас посмотрел выиграть мерки и говорит, давай сделай на 44-й, мне кажется, что должны попасть. В результате, как бы, человек попадает, но ему малый, и сейчас мы будем ему 45-й все-таки делать. То есть, мы тоже фокапим. Ну, на деньги кто попал? Клиент или ты? Никто, о чем. Мы просто то же самое сделаем. А, ну, да, да. Клиент, в общем, платит тоже. Ну, смотри, тут по цене готовые оба и получается, что прям индивидуально пошел практически. Ну, практически, да. Смысл в чем? Что, когда у нас в шоу-руме будут просто стоять все размеры, у человека будет возможность просто померить эти размеры. А сейчас мы не можем пока сделать всю вот эту линейку. Сейчас вот задача после Нового года как раз этим заниматься, чтобы человек мог пришел, померить, посмотреть. Это важно. Это важно. У нас с брюками то же самое. У нас есть размерная сетка. Сейчас, правда, не все размеры есть, потому что у нас очень много заказов, но в идеале все размеры присутствуют. И человек просто меряет разные размеры, выбирает, потом выбирает материал и мы уже шьем. Это же на заказ? По большому счету, но по цене. Нет, но это даже не МТМ на самом деле. Это все-таки ближе к готовым вещам, но нет. Все-таки, да. Все равно же ты докручиваешь примерками, ты докручиваешь обрезанием, там, вроде, подрубкой по длине. Да, это не готовый. Ты не просто человек там сидит иголочкой тыкает, ты на пузыратной машине пушишь. Да. Сделал все красиво, все попеременно. Ну и здесь примерно такой же подход. Просто, ну, извините, обувь, она подороже шмотя. Ну, как ты не крути. Там просто больше трудозатрат. Ну, да, да. Не, ну, конечно, для одних ботинок нужно пар, пять, допустим, брюк. Конечно, обувь, это фундамент. Можно заказать, допустим, вот здесь тут белая строчка. Так человек, мы оговариваем просто, какого цвета. Мы можем сделать и красную, можем сделать и синюю, можем сделать комбинированную. у нас, я помню, макосинами, когда занимался и шил, у меня человек заказывал под М5, у него, это голубенькая была, и он попросил, мне можно отстрочку именно голубую, синюю, красную, под подемочный вот этот стиль. Ну, да. И здесь точно так же, возможно, мало еще. А, макосин, это как раз драйвер шус, он как раз для вождения наверное себе и взял, да? Наверное. Он классный. Ну, там, получается, он отшил, потом жена отшил, то есть они там все по БМВ всеми угорали. И поэтому здесь тоже такой вот кастом, который в принципе не так дорого стоит для потребителя, но выделиться индивидуальным быть, ну, вообще не проблема. А потому сейчас общая, по-моему, тенденция идет не продажа по цене, а продажа по ценностям. Соответственно, кто видит в этом ценность, он покупает. А кто не видит, как мне один из подписчиков в комментариях в ВК написал, что люди, которые находят там, где дешевле, не покупают ни там, где они нашли, ни там, где ты предложил. Вот это просто для того, чтобы написать комментарий. Объективности в этом очень около нуля. Поэтому, соответственно, ребят, разберитесь, за что вы готовы платить и платите те деньги, которые вы готовы. Вот все. А уж что получится на выходе, в каких вещах вы будете ходить, как вы себя будете в них чувствовать. Ну, это, по-моему, очевидно, объективная реальность. Хорошо. Дмитрий, спасибо тебе большое, что приехал, ответил на популярный вопрос. И желаю тебе в новом году успеха, побольше шить честных ботинок. И увидимся с тобой уже в новом году, я надеюсь. Всех с новым годом. Пока-пока. Мое почтение.